Сегодня на Гомельшине стартовала природа-аховная акция «До поможем рыбе дыхать». Необходность ей проведения выкликана снижением узровня кислорода в воде. Початком акции стал областный семинарный, який запросили арендаторов водоемов. Олег Сентюров с подробностями. Замор – заява, выкликанная природными умовами. Наибольшая складанная ситуация сейчас в Жлобинском, Калинькинском и Гомельском районах. Когда не принять терминовых мер, то как минимум треть рыбы в водоемах – загиня. Сегодня на Гомельшине, на 90 великих озерах, койкость малых водоемов в ухоженном районе вылечается сотнями. В этой зимой галекое снежное покрово и лед с овшеневой коля 20 сантиметров привели до того, что взрывень кислорода в некоторых водоемах снизивши до небеспечных значения. Водоемы наши обладают достаточным запасом активного ила. Ил сам по себе сложной толстой прослойки. И, соответственно, гниющие растения в данный период при условии толстого снежного покрова и двойного тройного льда фактически исключают обмен с воздухом воды. Поэтому концентрация аэросферменной воды кислорода снижается, что может вызвать гибель рыбы. С целью упреждения данной ситуации облкомитетом направлены информационные письма во все районные исполнительные комитеты. Организовано проведение практического семинара. И дан старт предохранной акции «Поможем рыбе дышать». Данная акция нацелена на привлечение широких слоев населения к данной проблеме. Пропановы по продухелению замору были распространены Центральным науково-доследовщим институтом комплексного выкористания водных ресурсов еще в 2010 году. Почас областного семинара с уделом ориентатора водоема, эти методы еще раз демонстрируются на практице. Некоторые, на частности аэрации воды с допомогой помпы, потребуются пыльных финансовых затрат. Больший данный способ створения лунок в областном комитете природных ресурсов и оховы новокомитетов сяроди сподяются, что подчас акции «Дапоможем рыбе дышать» Этот метод выкористывает у всех, кто не бы як водородной природы. Что-то арендатору, которые имеют необходимые технические сроки, то они обещают пыльные на допомогу при первых же признаках замору рыбы на любом водоеме. Мы проводим ежегодно уже, наверное, в течение лет 10-15 постоянно свои водоемы контролируем с помощью охраны природы, то есть либо местных жителей, кто-то говорит, где-то началась придуха. Мы оперативно берем все, что у нас есть, то есть насосы, пилы, буры, людей, и едем вот таким вот способом, как сегодня мы это все показывали, пилить лунки, насосы подключаем на полдня, на два, на полдня, на день и как бы спасаем рыбу. Потому что есть же те водоемы, которые, если оперативно не отреагировать, там буквально 5-6 часов, ну и все, можно уже туда и не ехать больше. Олег Синтеров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гоми.